И о спорте. Сегодня в Красноярске стартовал гран-при по вольной борьбе Иван Ярыгин. По итогам первого дня в финал пробились двое дагестанских борцов. Обзор турнира в столице Сибири подготовил мой коллега Курбан Рагимов. Ему слово. 11 утра в столице Сибири, сейчас минус 15 градусов, но позади меня в стенах этого дворца спорта имени Ивана Ярыгина. Сегодня, а также в течение трех соревновательных дней будет по-настоящему жарко. Турнир в Красноярске собрал более 300 борцов из 14 стран. Гран-при Иван Ярыгин по традиции открывает нам новый борцовский сезон. В этом году турнир не носит статус рейтингового. Однако, по мнению специалистов, от этого конкуренции на ковре стало только больше. Российские борцы, как и в предыдущие годы, определяют здесь обладателей путевок на чемпионат Европы. Меня освободили три весовых категории. Это 57, 74 и 97 килограммов. Почему? Потому что они уже кому что доказывают. Они уже все всем доказали. Угуев двукратный чемпион мира, Седаков двукратный чемпион мира, четырехкратный у нас Рашид Садулаев, олимпийский чемпион. Остальные весовые категории уже посмотрим, кто выиграет. Если кто-то из ребят выиграет, которые уже проверены, что их проверят, а которые еще молодые не проверены, тогда будем уже смотреть решение тренерского совета, как уже будем принимать решение. От этого зависит. Первыми в турнире у мужчин на ковер вышли борцы трех весовых категорий до 57, 61 и 70 килограммов. Организаторы развели фаворитов по сетке, но до финалов дошли не все. В споре так называемых мухачей лучше других смотрелся Ахмед Идрисов. Хасаютовец – победитель юниорского первенства мира. В Красноярске он борется впервые, но несмотря на это вчерашний юниор уверенно выиграл три схватки. Завтра его ожидает встреча с Азаматом Тускаевым, которому уступил наш чемпион России Рамис Гамзатов. Ахмед Идрисов, он, как говорится, и не новичок в борьбе, и не, как вы говорите, возраст в борьбе, он уже только-только начинает. Но он уже заявил о себе и на Аланах, вы видели сами. Это очень прогрессующий молодой парнишка, который все себе отдает в схватки. Он на тренировке перед нами же вырос. У нас училище Олимпийского резерва, его старший брат Иван. Это человек, который действительно тренируется. Я думаю, что в дальнейшем он многим попортит кровь в этом весе. В категории до 61 килограмма Дагестан рассчитывал на финал Ферзалиев-Магомедов. Сегодня все шло к этому, однако путь к золотой медали чемпиону молодежного первенства Европы преградил опытнейший Александр Богомоев. Рамазану Ферзалиеву хорошее сопротивление оказали земляки Шамиль Амаров и Ибрагим Абдурахманов. А в полуфинале Хасавиртовец уверенно взял верх над Тувинским борцом. Если так взять, по-общему, вначале было очень трудно, потому что он вчера очень плохо спал. Это сказалось на первых схватках. Богомоев Александр тоже очень сильный борец. Они один раз только встречались, и там была равная почти схватка, когда Рамазан выиграл у него. Но угадывать не будем. Посмотрим, завтра ковер покажет, что Аллах даст на то мы согласны. Ему сейчас нужно главное выиграть схватку. И дальше уже думать Европа. Ему нужно настроиться на схватку. И лишь в весе до 70 килограммов дагестанская команда останется без наград. Здесь до финала дошли чемпион мира Давид Баев и призер Европы Исраил Касумов, трижды побеждавший на Ирыгинском турнире. Первый день сложился для дагестанской команды неплохо, но ожидали большего, признается старший тренер Гайдар Гайдаров. Мы рассчитывали сегодня в двух весах финалистов иметь. Финалисты в двух весах есть, но с обеих сторон хотели. Ну, в 70 у нас такие ребята равные, лидеров не было в этом весе. Ну, надеялись, что кто-то там неплохо отборится. К сожалению, они в первом же круге проиграли. Финальные встречи первого дня пройдут завтра вечером, а в 7 утра по московскому времени в борьбу вступят представители следующих весовых категорий до 65, 79 и 125 килограммов. Курбан Рагимов, Магомед Расул, Магомедов, телеканал ННТ, Красноярск.